Всем привет! С вами я, Наталья Кудкова. Вот недавно я закончила очередные курсы по психологии. В принципе, психология мне наиболее актуальный и наиболее полезный инструмент, так как я понимаю, что польза людям всегда идет во благо. Когда ты работаешь с клиентом и разговариваешь с ним, слушаешь его и вычисляешь какие, например, страхи и проблемы у данного человека. Ты приносишь пользу клиенту, а это самое главное, чтобы была какая-то польза и какая-то сработала организация. Итак, я недавно посетила курс, который называется «Комната страха». Конечно, как и у всех у меня были страхи, были зажимы. И, признаться честно, некоторые зажимы до сих пор присутствуют. Но я хочу побороть, допустим, страхи, и поэтому я публично вам рассказываю. Сегодня мы познакомимся, какие бывают типовые страхи и каждая из них характеристика. Виды страхов это бывают. Страх, например, болезни. Страх одиночества. Страх неудачи критики. Страх голода. Страх безденежья. Страх старости. Страх утраты. Утраты любимого или близкого человека нам. Страх также бывает неизвестности. И много других страхов. Но эти самые основные девять страхов, которые я вам перечислила, это виды страхов, которые в основном с нами общаются, да, клиенты и приходят к нам на консультацию. На консультацию психологу. Психологу надо выслушать, посмотреть, что у клиента, какой страх присутствует в его жизни и как можно сделать, чтобы человек не так боялся. Если честно признаюсь, у меня тоже есть страх. Я тоже живу, да, человек, у которого тоже это имеется. Как, в принципе, и у всех. Ну, я прорабатываю свой страх, да, и решила поделиться с такими страхами, чтобы тоже не боялись и решали свои проблемы. В том числе мы посмотрим симптомы страхов, да, которые есть в наличии. Итак, синдромы страхов. На первой этот синдром является бюджетник. Интересно, наверное, да, почему страх есть у бюджетника, да, синдром так называется. Это когда я могу, и я привыкла делать что-то за бесплатное. И мне это дается легко, и просто я знаю, что я получу денег. Я привыкла работать, допустим, в качестве волонтера, да, государство мне это оплачивает и все. Но мне тяжело брать, допустим, частных клиентов, да, какие-то деньги и получать за это, за эту консультацию какие-либо деньги. Да, я привыкла работать за бесплатно, и почему моя консультация должна стоить денег, да. Второй это синдром, да, страха. Это синдром найма. Это мы считаем, что в найме человек должен сначала упахаться на работе, а потом уже заработать. Но бизнес и бизнес-сфера, да, работает по-другому. Она работает наоборот. Сначала в бизнесе надо что-то продать, да, а потом уже надо что-то, да, изобрести, да, или заработать, да, эти же деньги. Следующий страх – это маленького города. Это, допустим, живя в маленьком городе, где-то на окраине нашей необъятной родины России, да, живя в каком-то поселке или отдалении, да, нам очень трудно представить, что я как психолог, и как я получу, допустим, с бабульки или с дедульки, либо с того населения, которое не работает какие-то деньги. Ведь 500 рублей для них дорого. Кто-то лучше истратит, допустим, на зимние спаги, чем пойдет к психологу, да, за какой-то консультацией, да, потому что они не считают нужным платить за такой труд, как психолог, да, который может помочь и направить того или иного клиента в нужное русло. Следующий страх – это хорошая девочка. Сидром хорошей девочки. Хорошая девочка, например, она всегда себя хвалит. Я вкусно готовлю порши. Я приготовила вкусный обед. Я сама сходила, я молодец, я сама сходила и отвела детей в садик, в школу, отвела их на занятия, на секцию. Я хорошая девочка, я слушаю свекровь, я, у меня хорошие отношения с родителями, я без конца помогаю тем или иным родителям, да, копаю на огороде картошку, либо пахаю в огороде где-то, если есть дача, да, либо упахиваюсь, помогаю другим, но не считая свои желания, как бы мечты их осуществить. То есть я забочусь о всех, но не о себе. И последний синдром страха, я же умная, ну, например, у меня три выших, да, образования. И некоторое, мне кажется, я много знаю, много, у меня большой, у меня опыт, да, и некоторое, мне кажется, ну, что думаешь, я же умная, и вот всегда вот это вот бывает. Я хорошая девочка, я умная, я что-то стараюсь, я что-то делаю, да, ну, а себе, как правило, мы забываем, да, и засухаем. Заботьтесь о теле, заботьтесь о душе, заботьтесь о здоровье и о чем-то еще. И с этим мы с вами будем знакомиться. Итак, приступаем. Нам самим кажется, что мы справляемся со всем, что мы несем ответственность за себя, за свою семью. Но мы порой решаем все проблемы, что мы сильные, что мы самодостаточные, что мы все за всех решаем и берем за всех все ответственность за шум и тащим на себе грудь эмоций, да, и грудь положения не делясь ни с кем. Ну, допустим, я готовлю, но никто больше меня не справится, да, ну, надо тоже включать себе и звать на помощь. Итак, давайте теперь посмотрим, что такое утверждение во страхах, либо как бороться со страхом, или что нам говорить с утра. Это некие короткие, да, афирмации, которые будут нам помогать бороться с тем или иным страхом. Например, я, первое утверждение, я иду в свой страх и решаю все свои задачи. Второе утверждение такое, я строю сама свой мир. И третье, получится у меня, получится и у вас. Тема страхов наиболее актуальна, потому что люди боятся страхов. Ну, а мы, как психологи, мы можем, в принципе, извлечь какой страх и дать ту или иную рекомендацию. На первом нашем с вами знакомстве это будет очень простой пример. Я, люди, то есть окружение общества и мир. Чтобы перебороть свои страхи, надо, чтобы я была ок, люди были вокруг меня ок, и мир был ок. Тогда тема страхов у нас с вами истребит и выйдет на уже на другую, да, с вами основную точку. И будет у нас с вами все хорошо. Вот эти три составляющие. Я, люди, это общество, да, и мир. Это будет главной точкой нашего события. Итак, тема страхов очень важная и нужная тема. Поэтому мы будем пошагово с вами разбирать этот алгоритм. Это когда я ок, когда люди ок, и когда мир ок, и когда что-то не ок, то есть что-то нехорошо, да, что-то где-то случилось. Либо мы недовольны миром, либо мы недовольны каким-то окружающим, да, существом, либо мы недовольны собой, да, и как определить тот или иной страх. И какие синдромы, здоровье, отношения на это влияют. Видите, на наш страх влияют больше всего три составляющих. Это здоровье, это деньги и это отношения. То есть это как три кита, да, составление вот этих страхов. Если люди ок, то есть они могут, допустим, справиться с любыми задачами и проблемами, что связано на ихнем пути, да, они легко борются с трудностями. У них все всегда получается, на них можно положиться и доверять этому миру, да. Они даже могут принести деньги, да, у них есть деньги. И мир тоже для таких людей ок, да. Что такое мир ок? Если мир ок, то денег хватает, деньги есть у мира, да, и начинается проявление людей в другом свете, да, в другом обществе, да. Сейчас же мы рассмотрим просто на данных примерах, на себе, на людях, на мире. Так как я говорила вам, что существует три составляющие. Это любовь, здоровье, деньги. Это все то, ради чего человек готов жить, готов мечтать. У него есть желание, у него есть все, да. Если все вот эти страхи, которые указываются на ту или иную проблему, которые я вам перечислила, всего девять пунктов, да, значит, вот если у него хорошо в любви, здоровье и в деньгах, то у этого человека вряд ли вы найдете страховый, страхи большие, да. Итак, ну, а мы с вами будем приступать к первому синдрому, когда что-то не ок, и как проверить, что-то не ок. Начнем мы с людей не ок. Что такое люди не ок? Ну, то есть не ок, да. Это тогда они, как правило, лишаются возможности, да, и не могут строить отношения. У них что-то не хватает в здоровье, и что-то не хватает в деньгах. Когда какой-то аспект у нас нарушен, то есть мы, люди и мир, то мы сразу перечисляем вот эти три основных сообщества, да, которые у нас есть. Это любовь, здоровье и деньги. Это три кита составляют нашу матрицу, да, к которой мы отталкиваемся и стремимся, да. Это какое-то отсутствие, да, отсутствие, которое мешает нам заниматься здоровьем, деньгами, какие-то у нас проблемы, и в том числе любовь, да. Когда люди не могут, когда мы не доверяем всем людям, когда мы более замкнутые, более закрытые, которые мы ограничиваемся, которых у нас есть только близких, круг людей, да, то мы не доверяем ни миру, ни людям, да, то мир для нас какой-то недоверчивый, какой-то замкнутый, какой-то закрытый, да, и какой-то ограничивающий себя в своем общении, в открытом сердце, в открытой душой, в принципе, да. Либо какие-то мы испытываем тревогу, тягость, переживания, отсутствие какой-то безысходности, да, и мы становимся как бы безопады, мы безысходности, и мы не внушаем, что есть какая-то опасность, но безопасность тоже присутствует, если у нас мир ок, но люди не ок, да. Также самое главное, люди всегда боятся зачастую обращаться к психологу, но, в принципе, это здорово, когда ты обращаешься к психологу, имеешь какой-то опыт, опыт в этом знании, познании себя и человеческому, а также помощь для других людей, это очень нужно, я считаю, по-араписи, и очень важно, как помогать людям, наиболее сейчас на актуальное, можно сказать, да. В некоторых раз мы думаем, когда люди не ок, то, что людей надо бояться, не доверять, либо их надо спасать, либо включаемся в роль спасателя, да, если они даже нас не просят с вами помощи, мы всегда их спасаем, потому что мы думаем, что мы приносим пользу людям, но не всех людей можно спасти, и, в принципе, если они этого не просят, и спасать можно только больных людей, но и то не всех, да, потому что у некоторых работает психосоматика, но мы потом, когда будем с вами говорить о страхе болезней, там у нас более подробно я вам об этом расскажу, да, то, что люди некоторых раз со своими страхами, но это будет уже другая категория, да, когда люди отвернуты, да, от человека, когда я отвернут от себя, да, и так, такие люди, как правило, у которых людей, люди не ок, да, они боятся людей, они не доверяют людям, да, потому что, может быть, их часто предавали, часто были какие-то измены, поэтому нету доверия к людям, да, и они включают в себя спасательство. Некоторые разы это спасательство только для близких людей, с которыми они общаются почти каждый день, и которые внушают им доверие. Также они любят подчинять людей, либо наоборот подчиняться, да, слова у них такие, как «я должна ему помочь», «я должна выйти на связь», либо «я должна спасти человека», «вот ему плохо, я должна его спасти». Либо такие слова «а у всех всё так, как и у меня», «все живут так, как живу я», да, спасательство – это человек сам решает, спасать того человека или нет. Это его воля, да, что он думает, что сам человек из депрессии, из унылений не уйдёт, он всегда предлагает свою открытую помощь, да, открытую поддержку, когда люди, не ум, человек спасает, боится людей всех и подстраивается под них, не даваясь конфликтов, не высказывая своего мнения, да, они как наиболее подстраиваются под них, они, как правило, важны, они сильнее, да, почему я должен подстраиваться под них? Мы ощущаем, что у человека некоторых раз думают, я должен подстроиться под того, под того, потому что они важны, потому что они сильнее, потому что они руководители, люди не ок, но они всегда, допустим, правы, да, тогда в этот же путь начинается и отношение. Отношения бывают трёх видов в этой связи, в связи – бей, беги, замри, то есть люди боятся конфликтов, люди боятся одиночества, и людям лучше промолчать и согласиться с тем мнением, которое у данного партнёра находится. Модель поведения для таких людей свойственны конфликты, ссоры, да, в семье, какое-то нарушение принимать, да, и ограничивать своё пространство. Почему проблема в таком случае не решается? И что происходит? Интересно, конечно, ваше мнение, но так как у меня непрямой эфир, да, с вами, то я могу вам сказать, почему так происходит. Это конфликт договорённости, это нарушение личных границ, да, ну, например, такая история, что, допустим, жена делает всё по дому, а муж ничего не делает, то есть это неравномерные обязанности, да, нет такая варёность супружеской паре, что делает он всегда, что делает жена, да, всегда. В таком случае муж лентяй, он не помогает по дому, он заваливается, спит или плевёт в потолок, да, это и есть нарушение, да, границ. Также столкновением с выбором, сменением права голоса. Такие люди больше всего приспосабливаются к этой жизни, да, чтобы сохранить те или иные отношения, чтобы держаться за них. Слова такие, как «я должна» или «у меня всё так, как у всех», либо «я не справляюсь, я знаю, всё лежит на мне, я принимаю ответственность за себя, за свою семью, и я всё решаю, ведь я же молодец», вот, то, что человек не может попросить о помощи, потому что такому человеку очень стыдно просить о помощи, и он будет думать всегда, что он сам, он крутой, он сам лучше сделать, чем кто-то другой, да, чем кого-то попросить даже о помощи. Это называется как бытовое рабство, решение с партнёра своих задач и своих обязанностей, и не мочь просить поддержки и помощи, да, для другого человека. Например, если ты пришёл раньше домой, пожалуйста, приготовь кушать, я кушать хочу, я уставшая, я пришла с работы. Если же человек не помогает, он сидит, он приют в потолок, он ничего не делает, то это и есть бытовое рабство, да. Дальше. Люди не окей, я повторяю с вами, имеют три признака. Включается спасатель, включается подчиняться и включение бояться. Когда я окей и мир окей, то мы задаём себе вопрос, как ты можешь так жить? Я тебе не доверяю, я не сотрудничаю с тобой. Ну что ж, он сильней, важней, надо ему подчиниться, надо уладить всю тревогу. Какие могут быть последствия в этом моменте? Последствия бывают, если мы идем на какой-то конфликт, либо на какую-то ссору, а у нас с вами последствия. Это одиночество, это неудовлетворённость, это разные разногласия, да, депрессия, конфликт, ссора, агрессия, дефицит внимания, да, ощущения так же у этого человека. Все так живут, и я так живу. Либо мы всё таскаем на себе, мы сильные женщины, мы совсем привыкли сами справляться со своими проблемами, с окружающим миром, с семьей. Также это может быть изолированность, да, ощущение жертв, да, либо всегда одна. Люди не окей, это когда мы помощи с вами не просим, и всё тоже тащим на себе, как всё сама, всё сама за всех решила, всё сама сделала. Что нас ждёт в качестве здоровья, если люди не окей? Это сначала у нас с вами, как возникает правило, головная боль, потом шея, болит спина, болит поясница, также гипертония, диапет, лишний вес, и лишний стресс залезть, заесть чем-то сладким, да, чем-то таким вдохновиться, да, и идти в что-то новое, чтобы сладкое съело, да. Также терпеть у этого человека обиды, терпение, стресс, заедание сладким. Что же касается денег, когда люди не окей, это работа на десятеры своих соседей, ну, соседей или коллег, да, такой человек, как правило, любит трудиться, любит быть на работе, не то, что как положено, а больше уделяет времени работу. Такой человек, конечно, ответственный, но работа, работа, есть работа, да, но такой человек больше времени находится на работе, потому что я буду хорошей девочкой, потому что мне это надо, потому что я включаю ответственность, чтобы из меня никто не справится. Я сильная, и я все сделаю, чтобы остаться на этом месте. Я просто подкашливаю, поэтому включаю на паузу. Они, как правило, втягивают, впрягаются за кого-то очень сильно, и работают не из одного человека. Итак, мы с вами прошли, давайте подведем итоги. Люди не окей, это испытывают бытовое радостно, это спасательство, это несут зависимые, да, отношения, боязнь, одиночество, и не могут, да, уже зарабатывать. Как мы видим, страдают три сферы, деньги, здоровье и отношения у этих людей. Итак, давайте посмотрим, какие страхи, и как называются страхи, да, когда люди у нас с вами не окей, да, то есть не в ресурсе. Люди не окей, проявление страхов. Это первый страх, допустим, страх критики и неудач. Второй страх, это страх одиночества. И третий страх, это утраты любви, либо утраты близкого человека. Страх критики и неудач, это страх всего общества. То, что подумают люди. Им всегда интересно, а что подумают люди, а что я сделал правильно, а что я сделал неправильно. Такой человек испытывает неуверенность в себе, неуверенность в этом мире, да. Даже он боится говорить и выставить свое мнение, как бы хотелось, да. Даже такой человек боится проявлять себя, говорить в микрофон, выступать, да, на сцене, у него есть страх, да. Даже такой человек способен даже на агрессию, если что-то несправедливо. Такой человек, как правило, отставит свои права, либо свою точку зрения, да. Но такой человек также может и прокипаться. В том числе, такой человек может манипулировать людьми, да, и заманить их себе, чтобы было некое сотрудничество, в том числе, и подчиниться другому человеку, да. И сильно важнее, сильнее. Вот это мы с вами не забываем. Также в таком человеке есть какая-то тревожность, какое-то переживание, да. Дальше мы с вами идем в страх одиночества. Что же это такое? Страх одиночества – это такие люди, которые не допускают к себе большой круг друзей, большой круг компаньонов, да, в себе. Это, как правило, у человека есть ближний круг. Это включая семью, коллег или друзей, но их не так много. Этот человек может быть общительный, но это будут, скорее всего, какие-то знакомые, да, но близких в свой круг, в свою семью, он практически никого не приводит, да. То есть узкий круг друзей. Для такого человека с таким страхом, как одиночество, проявляются некоторые симптомы. это, как разочарование, предательство, да, в жизни. Это всегда в людях его побуждает страдать от других людей, переживать, какая-то тревога из ближнего окружения, если у него такой есть друг, с которым он переживает, страдает. Он всегда стремится помочь другому человеку. Он знает, вот этот человек, его друг, и эта дружба превыше всего. То есть этот я должен прийти к нему на помощь, чтобы не потерять этого друга. Скорее всего, этот человек очень гибкий и не будет отстаивать своего мнения. Он будет, как правило, прогибаться, да. И такие отношения у этого человека в соцзависимости. Почему? Потому что он боится расстаться, да, с кем-то. И дружба, он считает, это некий ценный инструмент для него. И дружба чуть ли не главная. Вот. Даже у них есть некое чувство вины. Если он сказал что-то не так, он может попросить, допустим, извинения, да. Если у человека, допустим, другое мнение на ту или иную проблему. Также он может быть навязчив, да. Также он бывает жертвен в отношениях, да. Он их бережет, потому что это ценность для него. И он боится одиночества. И он через себя, через свои побуждения, да, он переступает через себя. Он говорит, что работы важнее. А если вот изменились какие-то обстоятельства, какие-то действия, он может переступить. Но самое главное остаться на работе, где он долгое время работал, да. У него страх также уволиться, да, с работы. И найти что-то новое. Он какой-то тоже нерешительный, да, как и страх критики и неудач, да. Он также избегает конфликты и избегает ссоры. Дальше мы с вами грузимся в страх неудачи, да, страх утраты в любви, утраты близкого человека. Это самый тяжелый страх. Вот об этом я вам расскажу, наверное, более подробно через день, наверное. Вот. Страх удачи и неудач – это наши партнеры, наши вторые половинки, на которые мы можем положиться. Чаще всего это так. То есть на кого мы можем положиться. Или на которых мы хотим, чтобы на нас обращали внимание, дарили нам любовь, дарили нам подарки. Какие же самые основные симптомы, да. Симптомы – это обида, ревность. Это можно взять телефон, проштудировать, с кем там он, что он там делает, как у него там дела. Также большая ревность. Также это внутреннее, да, погружение в себя. Это ревность, включая измены, да, включая апатию. Это тревожность, это переживание за партнера, это страдание, да, по партнеру. Вот, если, ну, запомните одну истину. Если люди не окей, то у человека отношения не окей. И как следствие здоровье тоже не окей. И денег нет. Итак, мы с вами сейчас изучили три страха, где у нас с вами сформулированы люди не окей. Следующий страх это я не окей. И мы с вами погрузимся позже.